Привет, друзья! Китайцы – это особая нация, которая не перестаёт удивлять весь мир своими достижениями в области высоких технологий. Но оказывается, не меньшей изобретательностью отличаются и бедные жители Поднебесной. Чтобы улучшить собственную жизнь, они идут на такие неожиданные поступки, которые любого иностранца переведут в ступор, граничащий с ужасом. На фотографиях и при путешествии по разным провинциям Китая можно заметить удивительную картину. Китайцев, везущих или несущих огромные, явно чем-то надутые полиэтиленовые пакеты. По форме они напоминают сосиски, но только огромных размеров. Средние параметры такого средства переноски – 6 метров длина, 1 метр ширина. Их перевозят на велосипедах, мопедах, моторулерах и собственных плечах. Здравомыслящему человеку, увидев такого китайца с огромным цепелином, стоит отойти, а лучше отъехать как можно дальше. Дело в том, что в подобной таре китайцы перевозят природный газ. Зачем они это делают? Сразу приходит вопрос в голову обычного человека. Это же крайне опасно. Действительно, подобная перевозка газа опасна настолько, что граничит с безумием. При малейшей дырочке в таре, случайном разрыве мешка при движении или сильном встряхивании возможна утечка, и тут уже никто не застрахован от случайного возгорания и взрыва. Даже известны печальные последствия о такой рисковой транспортировке. Невзирая на это, китайцы продолжают рисковать жизнью в прямом смысле слова. Вынуждает их это делать глубокая бедность. В отдалённых от крупных городов провинциях сельские жители продолжают зарабатывать на жизнь тяжёлым физическим трудом. Многие из них живут не только без горячей воды и газа, но и с перебоями в электричестве. Чтобы хоть как-то облегчить своё существование, китайцы привозят к домам газ в подобных цепелинах. Разумеется, столь опасное дело не одобряется государством. Тем более, что все перевозчики просто воруют газ из магистральных сетей. Но зная тяжёлое положение, особенно бедных провинций, людей не подвергают наказаниям. Государственная казна при этом теряет миллионы долларов ежегодно. Не все китайцы врезаются в газопроводы самостоятельно. Существуют особые группы, которые зарабатывают деньги, организовав незаконный отбор газа с помощью специального оборудования. Обычному китайцу остаётся только подъехать с мешком, подсоединить к нему специально отведённый шланг и открыть вентиль. Пузырь вмещает почти 10 литров газа, что не так уж и мало для одной семьи. Для откачки всё заранее оборудовано, поэтому справиться с делом может любая женщина. Китайцы не могут закачивать газ в металлические баллоны, поскольку в сетях он идёт под низким давлением, поэтому народ нашёл выход в форме полиэтиленовых ёмкостей. Популярно такое пиратство в сёлах, близких к магистральным газопроводам и нефтяным месторождениям, где газ резервируют для запуска добывающих машин. Рабочие много раз предупреждали местных жителей об опасности таких заборов, но безрезультатно. Работает такой полиэтиленовый баллон в хозяйстве не больше недели. После этого приходится ехать за новой порцией. Взрывы случаются не только по дороге, но и дома. При неумелом подсоединении плиты к мешку или перепаде давления в газопроводе, если врезка произведена непосредственно в него. Часто ожоги получают женщины, которые больше связаны с приготовлением пищи на газу. Традиция газовых мешков осталась в Китае ещё с 20-х годов. Тогда даже по улицам Пекина ходили автобусы с резиновыми мешками на крыше, которые заполняли газом со стационарных газогенераторов. В развитых районах страны всё это давно ушло в прошлое, а вот в беднейших провинциях трансформировалось в опасный и незаконный промысел. То, что смотрится для стороннего наблюдателя удивительным и экзотичным занятием, для некоторых китайцев является вопросом выживания и комфортного существования целых посёлков. На этом у меня всё друзья, пишите ваше мнение о таком способе транспортировки в комментариях, что вы обо всём этом думаете? А также подписывайтесь на канал JustFun, если вы ещё не с нами. Пока!